Итоги праздничных выходных подвели сегодня на планерке в Доме правительства. Программа Дня Республики была довольно насыщена и все запланированные мероприятия проведены на высоком уровне. Это отмечают многие гости. Члены Кабинета Министров обсудили и другие вопросы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Экстренные службы во время праздника работали слаженно и оперативно. Серьезных ЧП в Республике не произошло. Неожиданный сход асфальта на подъезде к Московскому мосту устранили в считанные часы. Строительная организация полностью сняла на 50 квадратных метрах асфальт, заново уложила. Сейчас все нормально, буквально в течение пяти часов все устранили. Восстановили? Восстановили, все, да. В эти праздничные дни Республика приняла большое количество иностранных делегаций. Чебоксарский экономический форум в этом году собрал более тысячи гостей из многих регионов и 13 зарубежных стран. Появились и первые договоренности. В Азербайджане намерено закупать чувашскую электронику для метрополитена в Баку. Корейские бизнесмены и вовсе планируют открыть в Республике свой завод. Сегодня компания «Навин» занимается производством бойлерной техники, плюс газовые котлы. И вот мы уже по итогу сегодня прислали письмо о том, что заинтересована компания по налаживанию партнерских отношений в части локализации производства. Терранские партнеры заинтересовались продукцией химпрома, хивала, продукцией тракторного завода. И сегодня им интересна закупка запасных частей для тракторов, которые работают в Иране. Устные договоренности должны быть воплощены в реальные проекты, отмечает глава региона. Надо проводить рабочие встречи для того, чтобы был результат. Одно дело праздники, все красочно, эмоции подняли у жителей Чувашской республики, у гостей. Но нам нужен результат. И народ Чувашии будет считать от нашей работы прежде всего результат. Задача перед вами, чтобы фонд развития промышленности заработал быстрее, чтобы наши предприниматели смогли воспользоваться предоставленными возможностями. В день республики прошли деловые переговоры на высшем уровне. Чувашию с рабочим визитом посетил президент общественной организации «Деловая Россия». Мы для них привлекательны. Наша задача, вчера они тоже мне подтвердили, подберут предпринимателей состоятельных Российской Федерации, которые должны открывать здесь производство. Между тем в промышленности региона наметился рост. Неплохие показатели демонстрирует машиностроительная сфера. На это сказывается реновация концерна «Тракторные заводы». «Промтрактор вагон увеличил объем производства в 9 раз, промлит в 3 раза, агрегатный завод на 30%. Контрактация сегодня по вагону, по промтрактору и по промлиту хорошая, более миллиарда рублей по каждому заводу». Как и ожидалось, увеличились доходы региональной казны. Рост превысил 10%. Глава республики готовится подписать указ, который определит бюджетную политику на грядущие 3 года. Руководитель Минфина отмечает, что приоритеты не меняются. Необходимо обеспечить финансовую стабильность региона. Важное значение также будет уделено на следующий бюджетный период – это рост собственных доходов и консолидированного и республиканского бюджета. С текущего года со всеми муниципальными образованиями мы подписываем соглашение, где четко указываем дорожную карту по обеспечению роста, стабильного роста собственных доходов. Необходимо министерствам организовать работу по разработке новых программ уже на новый период. Перед администрациями муниципалитетов региональный Минфин ставит планку – собственные доходы районов должны вырасти минимум на 5%. Мы должны посмотреть свои внутренние резервы, свой налоговый потенциал. Мы наводили порядки, будем наводить, эффективно управляли общественными финансами и будем работать в этом направлении. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.